И доска целая, и настроение хорошее. Запоминайте, я сейчас с вами буквально своими фамильными ценностями делюсь. А здесь-то посмотрите, дымок какой. Отлично! Я пьох, как сказали бы мои братья-узбеки. Есть такие блюда, которые хоть 5 раз показываю, одни и те же разговоры будут продолжаться. Я же знаю, но я же вас хорошо знаю. Сегодня еще раз готовим люля-кебаб, потому что повторение мать учения это раз. Во-вторых, потому что люля-кебаб, если его сделать правильно, это царь среди шашлыков. Но вот нет такого шашлыка, такого же вкусного, как люля-кебаб, если он приготовлен правильно. Для того, чтобы правильно приготовить люля-кебаб, во-первых, надо взять правильное мясо. Здесь дело не в его цене, здесь дело не в каких-то его особенностях. Не надо привозить, не знаю, в предгоре-тянчане, с Памира-барана, тот баран, который есть. Но нельзя брать всяческие обрезки и считать, что мы сейчас это провернем через мясорубку или блендер, и все у нас получится за шибиси. Нет, ребята, если взять плохое мясо, то его хоть через блендер, хоть через мясорубку, хоть топориками, оно так и останется плохим мясом. Что я называю плохим мясом, что я называю хорошим мясом? Хорошее мясо, это мясо, которое мягкое и нежное само по себе. Это то, с которого срезали все жилки и все пленочки. Видите, как мы подготовили мясо? Это был задок. Из задка есть где вырезать целые мышцы, понимаете? Не там, где они соединены пленками, фасциями, жилками, а вот хорошие цельные мышцы. Берут на люля-кебаб, я знаю, и лопатку, и брюшину, и черт знает что, чего только не режут. Нет, возьмите именно задок, удалите все лишнее. Оставьте вот такое чистое филе, вот эти все пленочки, жилки, кости само собой разумеется. Все, что вы удалите из мяса, это все не пропадет. Это все отличный материал для бульона. Там хороший белок, там коллаген, очень аромат. А в люля-кебаб нужна только чистая мышечная ткань. Я сейчас специально разрезаю все кусочки напополам, чтобы сделать их такими более плоскими. Вот на этом работа ножом закончена. И дальше в дело вступают топорики. В принципе, можно взять хороший пенек. Но у меня здесь отличная, видите, какая вогнутая доска, которую сделал Саша Веселов. Вот здесь вот ссылка на его канал, кому надо, сходите, закажите. Стоит не дешево, но удовольствие, которое вы получите от приготовления люля-кебаба, мне кажется, стоит того топорики. Что мы здесь рубим? Мы здесь рубим килограмм мякоти. Если бы это мясо было с жиром, допустимый вариант, сразу положить сюда курдюшное сало либо на мясе прямо оставить тот жир, который там растет, то топорики стоило бы замочить в горячей воде, прежде чем рубить, чтобы на топорики не налипал вот этот жир. Но сейчас этого не надо, потому что мясо у меня здесь совершенно не жирное, ничего не липнет, все рубится замечательно. И усилия, которые прилагаете к рубке, не должны быть слишком большими. Видите, я топорики-то держу даже не очень крепко. Я не сильно сжимаю их ладонями, не надо этого. Вот, вот, и он отскочил. Вот. История с топориками даже не в YouTube, а, скажем так, в кулинарном интернете началась чуть больше 10 лет назад. Когда я съездил в Азербайджан и увидел, как там двое ребят рубили мясо для люля-кебаба, они рубили вот такими огромными топорами. По два топора у каждого такой огромный пенек, 10-15 кг мяса разом. И они мне один такой топор подарили. Потом уже здесь, в России, один очень хороший российский мастер сделал мне копии этих топоров. И они были сантиметров на 6 или 7 длиннее, чем сейчас мы их укорачивали, потому что вот тот оригинальный топор оказался очень тяжелым. Да и эти два, 10 минут порубишь, мускулатура начинает поваливать. То есть это такое хорошее физическое упражнение. Кроме того, вот такие топоры нужны, когда есть необходимость порубить одновременно 5-7-10 кг мяса. Для дома, когда рубишь 1-2 кг мяса, вот этих топориков более чем достаточно. Их форму я разработал сам, повторил вот эти завитушки. Они не случайные здесь, эти завитушки. Во-первых, эта завитушка работает как пружина. Во-вторых, ведь фарш-то еще и вымешивается. А в-третьих, представьте себе, ну, был бы такой ровный топорик, а вот доска с закруглением. Доска с закруглением, это явно очень удобно. И если были бы острые углы, то здесь просто бы измочали бы эту доску, и все. А так форма топориков и форма доски как-то более-менее совпадает. И доска целая, и настроение хорошее. Вы понимаете, для чего все это делается, топорики, доски? Если хотите сделать просто котлеты, конечно, берите мясорубку, сделаем на сковородочке, пожарим и все. А вот это все хозяйство нам, мужчинам, необходимо для получения дополнительных мужских удовольствий. Представляешь, порубил мясо вручную. Жена теперь тем временем нарезала курдюшное сало размером с полресеньки каждый кубик. Точно так же нарезала лук. 300 г курдюшного сала и 300 г лука. Чем лучше мясо, тем меньше лука и сала можно класть в люля-кебаб. Но если мясо не очень, такое, скажем, достаточно жесткое, от старого барашка, то 400 г лука и 400 г жира. Можно, конечно, все вымешать руками, но когда вы готовите изделие из рубленого мяса, очень важно соблюдать идеальную чистоту. Идеальную, да-да-да, конечно, можно руками. Ребята, на руках никакого вкуса нет. На руках есть пот, есть постепенно отслаивающиеся чешуйки, отмирающие кожи. Возможно, там есть какие-то микробы. Вот это все фарш никак не улучшит. Фарш улучшит 1 ложка соли. Запоминайте, я сейчас с вами буквально своими фамильными ценностями делюсь. Этот опыт у нас выработан за несколько сотен раз приготовление вот этого люля-кебаба в неимоверных количествах для всевозможных праздников, банкетов и т.д. Посмотрите, сколько соли. Сколько там лука, сколько там жира, на это не смотрите. Смотрите на количество мяса, на килограмм мяса вот столько соли. Следующий ингредиент – молотый кориандр. Видите, его больше, чем черного перца и зиры. Молотого кориандра берем ровно столько же, сколько взяли соли. Вот столько же. Черный перец ровно в 2 раза меньше, чем соли и кориандра – пол ложки. И наконец молотая зира столько же, сколько черного перца – пол ложки. Ох, как я хорошо вас знаю! А как хорошо я знаю своих соплеменников азербайджанцев, которые сейчас обязательно придут в комментарии и говорят, что нет-нет-нет, люля-кебаб ничего не надо. Родненькие мои. Она, увы, менее вкусная, и ничего с этим не поделаешь. Вот этот набор специй вполне компенсирует недостаток вкуса местной российской баранины. Если бы этот баран по горам ходил, солнышко видел, воду из ручья пил, чабрец ел, какую-то вкусную травку ел, конечно, он был бы вкусный. У него мясо само по себе было бы насыщено всеми этими вкусами, которых категорически не хватает баранам, которые выкормлены здесь, в России. Мы же не знаем, чем их кормят. Комбикорма, может быть, кормят. Ну, недостаток вкуса, поэтому я добавляю специи. В этом состоит умение и талант кулинара, умение применять современную технику. Вот, например, тестомес. Я подумал, а почему бы при помощи этого тестомеса не вымешивают фарш. И оказалось супер. Вымешивать так, как руками вымешивать очень трудно, можно сказать, даже невозможно. Кроме того, в этот фарш сейчас во время вымешивания попадает минимум микробов. Я не трогаю его руками, и он не греется. А температура фарша имеет огромное значение, потому что следующий фарш мы с вами будем делать из холодного, даже слегка подмороженного мяса. Обратите внимание, что этот механизм шнек, это тоже известный старый метод. Когда фарш остается холодным, и когда он проходит через холодную мясорубку, то рубится легче, и при этом гораздо меньше теряется мясных соков. Кроме того, раз мясо не нагревается, то меньшая вероятность того, что в мясе разобьются какие-либо микробы. Вот посмотрите на срез этого мяса. Видите, что оно абсолютно ровное и ни грамма сока. То же самое будет происходить и в мясорубке. Весь сок останется внутри мяса. Только теперь надо поторопиться, чтобы мясо не успело согреться. Ну вот и все, фарш готов. И здесь у меня хорошо вымешанный фарш. Мы сейчас посмотрим, каким он стал. Видите, внутри фарша как бы нити образовались. Отлично вымешанный фарш, очень высокого качества. Посмотрите, как он прилипает даже к этому горшку. Видите, не высыпется. Я думаю, что всем понятно, что теперь он будет держаться за шампуры так, как надо. Вот отличный фарш. И я по цвету вижу, что это отличный фарш. Посмотрите, вот мясо, которое только что порубили мясорубкой. И вот то же самое мясо от того же самого барана, но после вымешивания. Видите, как оно побелело? Оно изменило свои физические свойства. Вот теперь у нас все получится хорошо. Но для того, чтобы все получилось хорошо, этот фарш следует охладить до температуры плюс 2-4 градуса. Будет вообще очень хорошо, если он постоит несколько часов, 6-8 часов в холодильнике. Он за это время промаринуется. Понимаете, ведь теперь эти мельчайшие кусочки мяса, они смешаны здесь и с луком, и с солью, и со специями. Фактически происходит маринование мяса. Мясо получает новое качество. Мясо приобретает новый вкус. И вот еще 300 г курдюка и 300 г лука. Кстати, вы понимаете, как нарезать курдюк, чтобы было легче? Это тоже подморозить, его охладить. Когда курдюк теплый, он аж трясется. И нарезать его неудобно, он скользит, норовит выскользнуть из рук. А когда он холодненький, он такой послушный. И так все то же самое, что мы делали с предыдущим фаршем. Одна ложка сови, одна ложка кориандра, половина столовой ложки черного перца и половина столовой ложки зиры. Особое устройство для розжига угля представляет собой фен, из которого дует струя очень горячего воздуха, 600 градусов. Вот уголь загорается без спичек, без всяких жидкостей для розжига, вонючих, которыми пользоваться я категорически не советую. Видали, как горит? Ну, еще бы. Наддув свежего воздуха, да еще и воздух сам по себе горячий. Там температура такая, что металлы можно плавить. Но металлы плавить мы сегодня не будем. Мы сегодня будем готовить вюля-кебаб в гриле, который называется монолит. Ну, а здесь фарш уже готов. Собственно говоря, хватит его вмешивать. Давайте его тоже переложим в мисочку и отправим охлаждаться. Однако я попрошу вас, посмотрите, каким получился этот фарш. Он тоже очень липкий, но его цвет другой. Я сейчас попрошу режиссера, чтобы он повторил вам те кадры, когда я сравнивал вот это мясо, когда оно еще было невымешанным, какого оно цвета было, каким оно стало, каким было то, что мы рубили топориками и каким оно стало. Это для того, чтобы вы поняли, какая разница получается, если мы применяем различные способы измельчения мяса, какая разница получается, если мы даже меняем температуру, исходную температуру мяса для фарша. Если мясо охладилось, можно начинать лепить вюля-кебаб. Сначала надо смочить руки в чистой воде. Набираем фарша. Я думаю, что грамм по 120-150 можно набирать. Если прилипает к рукам, то чувствуйте, что прилипает к рукам. Еще раз намочите руки. Нанизываем котлету на шампур и начинаем постепенно распределять фарш. Посмотрите, я кручу шампур в руках, и вот здесь вот край заворачивается. Следующий. Отбиваем, отхлопываем, чтобы не осталось ни одной трещинки внутри фарша. Вы знаете, почему этот вид кебаба называется люля? Тарас Бульба курил что? Нет, не трубку. Он курил люльку. В украинском языке применяется слово тюркского происхождения. Люля, трубка, вот эта люлька, вы понимаете? А какое же отношение трубка имеет кебаб? Дело в том, что когда вы его снимете, внутри оказывается отверстие. Раньше не на металлических шампурах, а на деревянных палочках делали. Вынимаешь деревянную палочку, а внутри что остается? Дырочка, вот тебе и трубка, вот тебе и люля-кебаб. Вы знаете, получилось уже 4 очень крупных, очень знатных люля-кебаб. Поэтому оставшийся фарш я накрою, да уберу в холодильник. А этот самое время начинать жарить. Наверное, может возникнуть вопрос, как же на гриле приготовить люля-кебаб? Неужто прямо на решетку класть? Я вам в прошлый раз говорил, что гриль и монолит, это очень особые грили, потому что к ним есть очень много приспособлений. Например, вот это приспособление для шампуров. Только сейчас, одну минуточку, я гриль разверну поудобнее. И разворачиваем так, чтобы мне было удобно вставлять шампуры. Слушайте, хорошо, что колесики резиновые, большие, надувные, да еще и с тормозами. Включили, и обойма начинает вращаться. Вставили в нее шампур, поставили, и шампур вращается ровно с той скоростью, сколько необходимо для получения шикарного, роскошного люля-кебаба. Я накрываю крышку. Я абсолютно уверен, что не пригорит. Потому что сейчас я специально здесь один шампур оставил для того, чтобы объяснить вам физику процесса, что сейчас здесь будет происходить. Когда у меня просто стоит люля-кебаб на мангале, вот здесь снизу образуются капельки, мясной сок, жир, и они капают в уголь. Из угля поднимается дым. Этот дым прошел мимо люля-кебаба и скорее в трубу. Сейчас, когда здесь снизу образуется капелька, а шампур медленно поворачивается, и капелька течет по поверхности люля-кебаба. И она как бы наматывается на люля-кебаб. Напоминаю, эта капелька, это тот самый мясной сок. Вот этот мясной сок подсыхает и образует как бы глазурь, такую особую гипервкусную корочку. Конечно, какие-то капельки все равно упадут туда вниз уголь. От угля пойдет белый густой дым. Я прикрываю крышечку для того, чтобы этот дым задержался внутри котла подольше, поработал с мясом подольше. Люля-кебаб должен пахнуть тем дымом, который образовался от сгорания без пламени капелек мясного сока и жира. Он не должен пахнуть щепками, дровами. Так должна пахнуть краковская колбаса. Люля-кебаб. Ну, что это такое, по сути дела? Если сделать хорошо, то получается как бы хорошая котлета на шампуре, гриль. У гриля есть решетки. Если сделать обычные котлеты вот из этого хорошего фарша, я беру металлическое кольцо, смазываю его маслом. Вы знаете зачем? Понимаете зачем? Для того, чтобы котлета не приклеилась к железу. Набираем фарш. Я думаю, грамм 100-120. Пресс, еще раз масло. Начинаем прессовать. Отлично! Яб-йох, как сказали бы мои братья-узбеки. Слушайте, ну, часто же я вам говорю какие-то узбекские слова, а то азербайджанские слова. Давайте немножко учить буду. Пойдете на рынок, вам-то это слово пригодится. Понимаете, вам скажет мясник, ну как, хорошее, а вы скажете гя-пьох, гя-пьох, разговор, базар. Базара нет, братан, а братану будет приятно. И вот увидите, увидите, он сделает что-то такое, что и вам тоже будет приятно. Вон там у нас люля-кебаб, это мы называем шайба-кебаб. Оставшееся мясо убираем. При подсчете едоков выяснилось, что на сегодня нам 5 котлет вот как хватит. А здесь-то посмотрите, дымок какой. О-о-о-о! А люля-кебаб посмотрите какой. Знаете, я когда ставил, ну честно скажу, я не в первый раз готовлю на вращающихся, на автоматических шампурах люля-кебаба. Но тем не менее, когда я ставил, да еще и ставил под крышку, я как-то опасался. Я думал, а хорошо ли получится? А теперь вижу, что хорошо, очень хорошо. Зергуд, господа производители грилей Монолит, Германия. Ну все, запах стоит такой, что я больше терпеть не могу. И я хотел бы показать вам, каков цвет этого люля-кебаба. Понимаете? Видите, сколько сока с него течет? Посмотрите, пусть полежит пока. Пусть сок сохранится внутри. Так, ну что, попытаюсь снять эту конструкцию. И теперь ставим решетку. Пусть решетка как следует нагреется, потому что котлеты будем жарить до решетки. Думаю, что решетка прогрелась, но прежде чем класть на нее котлеты, мы ее смажем маслом. Так, и пусть жарится. Минуты через 2 откроем, посмотрим, как там. Я рад, что в прошлый раз вам понравился микросюжет от наших коллег о еде в других странах. Посмотрите, еще один. Если он вам понравится, мы приготовим с вами такое и сами. Мясной белок и белок куриного яйца ведут себя примерно одинаково. Пока они холодные, пока свежевитых, они жидкие, текучие. И мясо поэтому такое мягкое, текучее. Но с нагревом белок белеет, а мясо селеет и отвердевает. И поначалу-то у нас это мясо держалось за счет этих нитей волокон, которые образовались в результате вымешивания, за счет склеивающих свойств холодного жира. А теперь жир тает, но белок отвердел, и мясной белок сам по себе держит котлету вместе. Ровно те же самые процессы происходят, когда мы готовим люля-кебаб. Видите, золотистый белок, коричневая полосочка. Следующая, аккуратненькая. Самому нравится. Слушай, хорошо получается, красиво и пахнет вкусно. А еще как оно не будет пахнуть вкусно? Такое мясо. Слушай, его с ним столько возились, его охлаждали. Пусть еще пожарятся. Котлеты вот-вот будут готовы. Ну, вообще, как их называть? Можно называть котлеты, можно назвать гамбургеры. Но если гамбургеры, тогда, согласно традиции, необходимы булочки. У меня есть разные. И мы их вот как, мы их напополам разрежем и тоже немножечко поджарим, чтобы хрустящие стали. Есть у меня багет. Как раз в один багет уместится один люля-кебаб. Я думаю, что будет очень хорошо. И багет тоже вот так развернем для того, чтобы его тоже чуть поджарить, сделать хрустящим, чтобы он встречался с прекрасными, с мясными соками в полной готовности. Проверим котлетки. Котлеты пусть заходят на краю гриля, а в центр положим булочки. Пока хлебушек жарится, скажите, пожалуйста, вот это как выглядит? Это выглядит очень хорошо. Это выглядит как очень полезная еда. Мясо суперполезная еда. Все овощи, когда они вместе с мясом, это очень хорошо. Но я совершенно точно знаю, что когда вы идете в рестораны быстрого питания, вы обязательно едите эти гамбургеры с чем? Громче, все вместе. Вы обязательно едите гамбургеры с соусом, который называется кетчуп. И не один кетчуп. У нас сегодня три разновидности кетчупа. Вот это кетчуп татарский. Отлично. А что, мы все чуть-чуть татары? Поскреби любого русского и обнаружишь татарина, так сказал дедушка Ленин. А поскреби чуть поглубже любого нашего человека и обнаружишь того, кто очень любит острое соус чили. Ну и в конце концов, соус махеев, шашлычный. Те, кто придерживаются традиций, для этих людей горчица. А что плохого? Что плохого в котлете с горчицей, с лучком, с помидорчиком, с огурчиком, с листиком салата, немного зелени? Котлеты готовы. Я котлеты, ребята. Снимаю. Я их больше жарить не могу. Ох, совесть! У меня столько совести, что я не могу пережаривать котлеты. Тут хорошо и хорошо. Смотри, какой хлеб. Ну, не красавец? Слушайте, вот убей бог, не знаю, как собрать этот бутерброд. Листик салата. Ну, давайте вот так вот, немного кетчупа. Сверху котлета, помидорчик живой. Ух, какой помидорчик! Пару ломтиков, всего 2 ломтика. На всех не хватит, мало бакинских огурчиков. Зелень, петрушечка, базилик, веточка укропа и закрываем. О, как хорошо. Вы понимаете, как должен выглядеть нормальный гамбургер? Ребята, тихо-тихо-тихо, осторожно. Настало время невероятного люля-кебаба. Пусть еще подрумянится. Смотрите, какой он красивый стал. Пока мы здесь с хлебом разберемся, что в хлеб положим, давайте проголосуем. Ну, я думаю, что листик салата можно положить. Я к люля-кебабу обязательно лучка подложил бы, потому что лук хорошо влияет на пищеварение. Вот теперь сверху люля-кебаб. К люля-кебабу тоже пару ломтиков огурчика и вот так. О, как в рекламе, кетчуп шашлычный. А дальше можно вы сами решите, как вы будете употреблять вот такой люля-кебаб, вот такие котлеты? Будете греть хлеб или не будете? Будете поливать кетчупом или сделаете свой собственный соус? Ну, во всяком случае, я вот что хочу сказать. Мы от всей души хотели бы, чтобы у каждого из вас на столе был достаток, чтобы у каждого из вас на даче по выходным кто-то брал и готовил именно вот так, а потом поднимал это блюдо и, улыбаясь во все 32 зуба, говорил, приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...